Тринд Протектор Тринд Протектор Учитывая эти особенности, легко понять, какие предметы следует приобрести перед началом игры. А именно, Курьера, один обсервер вард, телепорт, пачку танго и обязательно Орбов Веном. Не рекомендуется менять Орбов Веном на Винглейс, поскольку Сфера Яда позволяет вам куда серьезнее штрафовать вражеских героев за ошибки в позиции на стадии лайнинга. Итак, в самом начале игры мы отдаем нашему мидеру танго и делаем телепорт на один из алтарей для того, чтобы провардить хайграунд. Имеющийся вижен рядом с секретшопом не позволит хардлейнеру команда соперника незаметно для вас уйти в лес, получать поддержку от своих тиммейтов, которые обязательно попытаются загангать вашего кэри, а также вы сможете проследить, в какую точку хардер поставит вард, что значительно облегчит дивардинг на нулевой минуте. Но не торопитесь ставить вард, если при заходе на хайграунд вас заметили, так как его сразу же раздевардят. Старайтесь наносить удары по слабым точкам соперника. Как правило, таковой в начале игры является мидер, который забирает руну. Его может охранять хардлейнер, но обычно и он перед появлением руны отправляется на блок крипов. Чтобы отобрать руну у мидера за секунду до выхода крипов, необходимо приготовиться и спустя доли секунды атаковать героя. На первом уровне невидимости оглушение действует всего лишь 0,4 секунды, поэтому сначала придется немного потренироваться, но после 3-4 попыток вы уже будете делать это мастерски. Также важно отметить, что играя подобным образом вы не просто лишаете вражеского игрока дополнительного дохода, но за счет баша и замедления мешаете ему вовремя выйти на блок крипов. Если в вашей команде играет опытный мидер, он обязательно воспользуется этим преимуществом. Порой пик соперника на нулевой минуте настолько слаб, что вы с легкостью можете не только отобрать баунти руну, но и сделать ФБ. Бывает, что соперник готов к вашей диверсии и уже поджидает вас на руне. Если вам удастся разведать ситуацию и вы увидите большое скопление героев, то лучше немедленно ретироваться. Здесь соперник забрал ФБ, потратив даст и 2 сентри варда, что для нас не так уж и плохо, но все могло закончиться гораздо хуже, если бы первый фраг достал ССФу. Поэтому в таких ситуациях лучше не рисковать. Телепортироваться в сложную невыгодно. Раз на раз не приходится, но, как правило, так ловко украсть баунти руну у вас вряд ли получится. Обычно вместе с керри забирают руну и 2 саппорта, которые покупают центри и дасты. И даже если вы изловчитесь украсть руну, то поплатитесь за это своей жизнью. А поскольку отдавать ФБ взамен, получая лишь 100 золота, невыгодно, нас подобный сценарий не устраивает. Если вы вдруг не смогли украсть руну, не расстраивайтесь. У врага в кошельке завалялись лишние 100 золота, и он наверняка захочет их потратить на фласку. А это значит, что курьер не заставит себя долго ждать. В отличие от других героев ближнего боя, тренд легко убивает пешего курьера с одного удара, и ему не требуется сапог для подобных операций. Но учтите, если убить курьера у вас не получится, то вы зря потратите драгоценное время, а ваш керри без опеки саппорта может сильно пострадать. Поэтому всегда взвешивайте свои поступки и выбирайте наиболее оптимальный алгоритм действий. После атаки на вражеского мидера есть смысл начать игру на сейфлейне. Объединенной силой первой, четвертой и пятой позиций вы легко сможете сделать ФБ и впоследствии прогнать хардера в лес. И вот тут-то нам и пригодится вижн, который мы поставили на нулевой минуте. Мы легко проникаем на вражескую территорию незамеченными и подрезаем на криппинге врага, заставляя его уйти еще глубже в лес, что не позволит ему своевременно приходить на лайн и получать фарм. Затем можно навестить вражеского керри, ибо если ваш хардлейнер не считал ворон, то он наверняка уже будет иметь третий, а то и четвертый уровень. Благодаря купленному к тому моменту сапогу вы сможете свободно перемещаться между елками и совершать различного рода диверсии, создавая таким образом угрозу для фарма. И вуаля, благодаря блистательному исполнению на тринд протекторе, вашей команде удалось выиграть стадию лайнинга. А теперь подумаем, что же делать дальше. Что если, обыграв соперника на всех линиях, враги не продают артефакты и не фидят курьерами? Какие предметы стоит собирать и как раскачиваться? Давать конкретные советы непросто, поскольку дота — игра вариативная, за что мы ее, собственно, и любим. Поэтому остановимся на перечислении основных достоинств тринда в раннем мид- и лейтгейме. Начнем с простых истин. Очевидно, что на первом уровне мы возьмем невидимость, а на втором, скорее всего, прокачаем личсид, чтобы убивать врага на лайне. В дальнейшем рекомендуется выкачивать ливингармор, поскольку эта способность позволяет нам глобально помогать союзникам. Очень часто за счет дополнительной стойкости первая, вторая и третья позиции смогут в одиночку сделать фраг. К тому же, ливингармор помогает нам замедлить пуш и восстановить здоровье вышкам. Сохраняя свои строения, вы не просто не даете вашим соперникам получить золото за вышки, но и обеспечиваете себе удобную макроигру, поскольку вам проще приходить на помощь к своим союзникам, фармить лес, контролировать карту, ставить варды и драться за Рошана. После седьмого уровня мы предстаем перед выбором — либо качать личсид, либо невидимость. В хаотичных играх с большим количеством драг семечка может оказаться весьма полезной способностью. После сражений вы можете восстановить здоровье крипам и героям и более эффективно ломать вышки. Однако практика показывает, что лучше выкачивать невидимость, поскольку это позволяет точечно гангать вражеских героев и быстро перемещаться по лесу, расставляя варды. Теперь пару слов о перемещении по карте. Обратите свое внимание на места стыковки леса. Перемещаясь подобным образом, вы будете оставаться в невидимости, что позволит вам нападать из-под тяжка и ловко расставлять варды, которые ваш соперник не сможет так просто уничтожить. Очень важно уметь передвигаться рядом с Рошпитом. Пока тренд еще не стал популярным, мало кто знает, что прижавшись к стенкам пещеры Рошана, можно оставаться в невидимости. В некоторых местах расстояние между соседними елками слишком большое, но его можно преодолеть с артефактами, которые увеличивают вашу скорость. Благодаря грамотному перемещению можно сесть на хвост к врагу, затем дождаться помощи или кора справиться с ним. Также подобным образом можно создать пространство для сплитпуша, сбив телепорты. Не каждый саппорт может похвастаться скиллами, которые дизейблят даже сквозь иммунитет к магии. Что касается покупки предметов, то основываясь на своем личном опыте, скажу, что лучше всех себя проявляет билд через Солар Крест и Лотус Орб. Оба этих артефакта вступают в синергию с Ливинг Армором. Под мясами Солар Креста становится значительно сложнее сбить заряды Ливинг Армора, а Лотус Орб поможет снять дебафы, наносящие периодический урон. Вешая Ливинг Армор своевременно, это значит так, чтобы его не смогли сбить сразу, вы существенно увеличиваете показатель эквивалентного здоровья героя. Плюс ко всему, бафать союзников можно оставаясь в тени, что позволяет это делать порой неожиданно для врага, а также скрывает вас от вражеского фокуса, а ведь это очень важно для саппорта. Порой не стоит отказываться от покупки Мидаса, ибо после выигранной стадии лайнинга у вас появится несколько свободных минут, которые вы можете посвятить спокойному фарму, помогая своей команде Ливинг Армором. Приобретая Блинк Даггер, вы не только получаете возможность лихо вылетать в центр боя и дизейблить соперника, но и преодолевать значительные расстояния между соседними деревьями. Вардить и заколдовывать елки становится проще. Более того, с Блинком тренд способен станить врага, находящегося вдали от леса. 2,2 секунды баша, пробивающего иммунитет к магии, это вам не шутки. В глубоком лейте подобный дизейбл способен решить исход как драки, так и целой игры. Ну и в заключении пару слов об Аганиме. Играя в пабе, я заметил, что чуть ли не каждый игрок на тренте первым делом собирает Аганим. Это не всегда правильно. Стоит ли говорить, что лишь покупка одного гема может с легкостью помочь вашему сопернику обезвредить лес? Заражать деревья становится сложнее, если вы играете против персонажей с так называемым летающим виженом, или против героев со способностями, вырубающими деревни. Очень непросто порой победить против Найт Сталкера, Котла, Бэтрайдера и Тимбера. Поэтому не спешите приобретать Аганим первым слотом. Куда полезнее может оказаться сборка, указанная выше. Но если вы все-таки вдруг решились на покупку Аганима, то есть у меня для вас парочка советов. Доминируя, старайтесь в первую очередь заражать спавной нейтральных крипов в лесу у соперника. Таким образом вы получите хороший обзор на вражеской территории, и в моменты затишья сможете профармливать лес врага на безопасном расстоянии, оставляя соперника с носом. Не стоит забывать о Рошпите. Зараженный лес обладает летающим виженом, что позволит вам увидеть появление Рошана. Играя вторым номером на карте, старайтесь защищать зараженным лесом свои владения, а именно вышки и хайграунд. Если вам нужно выиграть время, чтобы ваши союзники нафармили еще больше артефактов, то заражайте деревья на лайнах, чтобы с безопасного расстояния срезать волны крипов и не подпускать соперника к своей базе. Существует одна непрактичная, но очень интересная фишка. В битвах, проходящих вдали от леса, можно воспользоваться веточкой. Вырастив дерево, быстро заражайте его и активируйте ультимейт. Придерживаясь данного алгоритма, вы повысите свои шансы на победу и станете настоящей проблемой для своего соперника. Но и не забывайте думать своей головой. Игра может повернуться непредсказуемым образом. Умение приспосабливаться к внешним изменениям — одно из главных качеств профессионального игрока. Удачных вам игр, с вами был Форс, до скорых встреч!